приветствую вас уважаемые друзья коллеги по хобби продолжаем дальше работать с тягачом от это дальше его продолжаем ушатывать наносить визирин так сказать и вы видите у меня на столе новую для меня химию овербрашер стрекинг от фирмы ама миг два таких вот наборчика сейчас мы их будем тестировать и учиться с ними работать если вы не знаете на что способна химия то лучше всего взять для этого например как я это делаю нижнюю часть корпуса где все равно все будет грязным все будет пачкаться пигментом если вы даже что-то нечаянно испортите ничего страшного это все спрячется и закроется посмотрел вот эти вот тюбики очень все продумано грамотно сделано готовая кисть которой удобно все наносить довольно тверденькая можно делать масляные точки это мы еще будем делать с этой моделью пробовать но вот как бы пока покрутил руках мне очень понравились эти наборы сейчас посмотрим на что они способны для этого нам понадобится white spirit кисть и сами тюбики с эффектами немножко подождали взяли white spirit и сейчас попробуем растушевать и и и и и и и и аккуратными движениями вверх-вниз растушевываем лил брашера вот я уже смотрю что для масляных точек это вообще идеальная вещь и натуральные цвета получаются вот именно вот грязи немножко надо поменьше наносить или потом побольше смывать white spirit сейчас нанес побольше white spirit промокнул листья подсушил прикольно получается еще немножко уберу лишнее и отправим на просушку смотреть вообще какой результат получится после того как все высохнет теперь дадим хорошенько подсохнуть и уже на сухую посмотрим что у нас получилось но на первый взгляд вещь довольно достойная интересная и очень удобная потом будет интересно сделать на модели масляные точки и опять же посмотреть результат после того как просохнет будем работать с пигментами подсохла нижняя часть корпуса довольно интересно получилось не знаю будет видно не видно на видео постараюсь приложить фотографии но окуча смотрю очень как бы так матовость придала модели видно как бы такое запыление натуральное теперь можно обрабатывать пигментом но для масляных точек это реально идеальная вещь удобно цвета именно такие которые надо не надо самому там что-то придумывать желтые черные белые мешать тут именно такие оттенки пылевые земляные их наносите на модель и должно получиться все отлично сейчас сделаю масляные точки и потом проверим что получилось решил пока взять и в четыре цвета на пробу сделать их и посмотреть результат код 3514 3523 3522 и 3524 очень удобно что сразу тюбик с кистью кисточка довольно тонкая можно делать что позволяет делать и тонкие точечки и потолще раньше приходилось искать тонкую кисть намешивать самому мат масляные краски сейчас как видите всего очень упростили сразу делают нужные цвета разводят масляную краску тюбики с кистью не надо постоянно меняет цвет чистить кисть промывать чтобы не смешались и не испачкались наносим точки хаотично много не надо вот уже как бы смотрите сами по своей модели сейчас растушуем вверх потом перейдем на боковины модели если нанесете немного лишнего то white spirit всегда можно излишки смыть пока не высохнет модель на более светлые тона краски наносите больше светлых пятен на темные больше темных был контраст и градиент своеобразный если толстая . получится тоже ничего страшного иногда я специально делаю потонуше потоньше ну реально удобно перейдем ускоренный режим будем делать побыстрее так 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 Субтитры сделал DimaTorzok После нанесения точек аккуратненько широкой кистью стараемся их растушевать. Субтитры сделал DimaTorzok После этого смачиваем кисть White Spirit, промокаем ее об салфетку и начинаем. Растягивать как бы по модели. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Растушевал все масляные точки. Теперь пусть модель хорошо просохнет и попробую передать на фото эффект, который получается от масляных точек. Может быть на видео его не сильно хорошо видно. Постараюсь сделать это в фото. Но визуально глаз видит очень хорошо вот эти все размытости, растертости, как на настоящих боевых машинах. Просохли масляные точки. На мой взгляд получилось довольно неплохо. Даже хочу сказать мне очень понравилось. Очень понравились эти ойл брашеры за счет того, что они удобны сразу с кистью, что позволяет сразу брать краску с тюбика, наносить ее на модель и при этом потом не надо вытирать кисточку, чтобы взять другой цвет. Очень удобно ими пользоваться. И вот такие вот эффекты мне очень понравились. Более натурально смотрятся на модели. Сделаю специально фотосессию с фотографиями из фото вспышкой и без фото вспышки. На улице уже вечер и поэтому не смог так нормально отфотографироваться при уличном свете. При уличном свете. Но что-то будет видно. Теперь нанесем на модель матовый лак. Дадим ей хорошо просохнуть. И в следующей части будем работать уже с пигментами. На этом друзья видео буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. Оставайтесь на канале. Подписывайтесь, если еще не подписались. Дальше будет интересней. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok